Слезы, синяки и ссадины, страх и жуткий прессинг. Кадры социальных реклам ежедневно рассказывают нам о случаях, когда источниками домашнего насилия становятся самые близкие люди. Мужья, жены, дети, родители. Разговоры о том, что обижать более слабого плохо, так и остаются на словах. Данные статистики утверждают, насилие периодически или постоянно присутствует в 35% семейных пар. Попытка не обращать внимания на эту проблему и ее масштабы приводит к различным преступлениям. За истекший период, то есть за 5 месяцев 2014 года на территории области количество тяжких, особо тяжких преступлений в быту увеличилось с 19 до 22. Особую тревогу вызывает то, что основной рост произошел за счет увеличения совершенных убийств, которых было с 1 до 5. В то время как остальные более-менее тяжкие по своим последствиям преступления, их количество снижается. Не рассматривая факты его присутствия в нашем обществе, просто невозможно. В этом случае жертве необходимо сделать выбор – молчать и терпеть или побороть страх и стать свободной и независимой. Для того, чтобы оказывать этой категории людей комплексную помощь, в Беларуси реализуется проект повышения национального потенциала государства по противодействию домашнему насилию. Коллегия Брестской инициативной группы состоялась сегодня в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района. Коллектив работает над стратегией межведомственного взаимодействия, чтобы жертва домашнего насилия, обратившаяся в одно из учреждений партнеров, сразу же смогла получить консультацию и комплексную помощь. Сегодняшнее мероприятие – это одно из заседаний такой группы Московского района города Бреста, потому что такие команды созданы в том числе в Кобрине и в Каменце, именно с тем, чтобы разработать и иметь четкий механизм перенаправления, оказания помощи именно в соответствии с потребностями, которые выявляются в ходе, например, первой беседы. Работа идет плодотворная. И что интересно, что увеличится количество желающих или заявлений о том, чтобы мы оказали помощь именно в условиях проживания в крестной комнате. Так вот, на протяжении 5 месяцев этого года, по сравнению с прошлым годом, у нас количество проживающих увеличилось в два раза. Если за 5 месяцев прошлого года их было 5, то в настоящее время их 13. Проблема домашнего насилия – это не проблема одного человека, это проблема общества. Для предотвращения самого факта насилия важно изменить менталитет людей, создать условия, при которых любое попирание прав, в том числе и семейных, недопустимо и осуждается обществом. Ведь иногда под маской счастья и благополучия скрываются слезы и скандалы, обиды и упреки. И только от нас зависит, каким будет завтра.